Дорогие мои друзья, всем доброго дня. Меня зовут Задзарий Александр. Кто-то знает меня как профессора, доктора наук, уролога. Кто-то знает как качка, выступающего атлета, который сейчас готовит успешных спортсменов. А кто-то просто знает меня как знакомое лицо из рилсов про тестостерон. Я сегодня здесь с вами не просто так. Я решил осветить тему тестостерона и сделать это полноценно. Не в формате пятиминутного рилса, который вы забудете, а сделать полноценный сериал. И для того, чтобы не заниматься черепикингом, выбором определенных фактов, которые подтвердят мою версию или мою теорию, чем, кстати, очень многие блогеры занимаются. Я решил это сделать не через свои уста, а собрать большое количество интересных, неординарных и разносторонних людей. Спортсменов, бизнесменов, моих друзей, людей, которых я буду видеть в первый раз. Бодибилдеров, армрестлеров, легкоатлетов, тяжелоатлетов, профессоров из различных направлений. И пусть сегодня их рассказ раскроет тему тестостерона максимально всесторонне. Потому что мы, мужчины, экспериментаторы, мы любим ставить над собой эксперименты, мы любим пробовать что-то новое, любим достигать, мы любим побеждать. И ради этого иногда гробим свое здоровье. И из-за этого, из-за и негативных, и позитивных примеров, которые крутятся вокруг тестостерона, тестостерон достаточно такая скользкая и грязная тема. И поэтому сегодня, мы постараемся всесторонне ее раскрыть, для того, чтобы закрыть максимально ваши дыры в познаниях. Поэтому садитесь поудобнее, заваривайте чай, ставьте поудобнее свой планшет или ноутбук, или телефон, и давайте начинать путешествие в мир тестостерона. Очень сложно ответить на вопрос, почему люди начинают использовать химию и на каком этапе. Но я уверен на 99%, что абсолютно любой человек, любой спортсмен, зная, что есть какое-нибудь природное средство, ну, грубо говоря, какой-нибудь женьшень, проверенный, который не наносит ущерб твоему здоровью, но придает тебе сил, будет этот препарат, это вещество употреблять. И я, например, ну, мы, даже так скажем, с тренером, мы тоже искали постоянно какие-нибудь вещества, назовем их так, вещества, сейчас поймете почему, чтобы усилить свою работоспособность, поднять свой результат. То есть вещества, в первую очередь, какие-то растительные, да, вот эти, я помню, мы находили там корень женьшени, натуральные, да, там, или какую-то там сагандайлю траву, все спортсмены это ищут, это 100%. Вопрос только в том, что на каком этапе он готов совершить преступление. Ведь много экспериментов есть, когда люди, зная, что не будет никакой ответственности, способны, например, на кражу. Ну, если ничего не будет, почему там миллион долларов, вот, лежит, взял чужое, и зная, что за это ничего не будет. Это абсолютно везде, это психология человека, и поэтому у спортсмена, если он будет понимать, большинство спортсменов, что если они примут допинг и точно не попадутся, 100%, я уверен, что большое количество это сделает. Запрещенные препараты, именно конкретно тестостерон, вообще употребляются эти препараты для того, чтобы восстанавливать спортсмена после физических нагрузок, каких-то конкретных бодибилдников для физических нагрузок в тренажерном зале. Они дают возможность восстанавливаться организму, первое, а потом уже увеличению мышечной массы. Те спортсмены, которые употребляют, значит, тестостеронные и запрещенные препараты, основная работа, это все равно, это труд тяжелый, и труд тяжелый никто не отменяет. Первостепенность стоит, это тяжелая работа в зале. Если у вас нет, не будет тяжелой работы в зале, вы хоть обкалитесь, не обкалитесь, бесполезно. Почему? Я сейчас объясню на элементарном примере. Те ребята, которые добились высоких результатов в мире бодибилдинга, я поговорю сейчас про Мистер Олимпия, спортсменов, которые выступали на Мистер Олимпии и стали Мистер Олимпия. Уникальные спортсмены, которые добились максимальных результатов, развивая свое тело. Но основная масса усилий была вложена в их желание, в их стремление измениться, а не в препаратах. Ну, многие употребляют запрещенные препараты, почему-то они не становятся как Мистер Олимпия. Те, кто говорят, что они легко это сделают, они просто не понимают, о чем они говорят, и с такими людьми не нужно общаться, потому что не нужно ничего им доказывать и объяснять. Да, люди думают, что если ты на анаболических стероидах, если ты их используешь, то, в принципе, остается дело за малым. Пришел в спортзал, покачался, условно, три раза в неделю, и все, и ты выглядишь как Аполлон. Без адских тренировок, без диеты. Причем, я бы сказал, даже не диеты, потому что человек хочет получить не временные эффекты, а хочет изменить свою жизнь. Соответственно, он должен изменить целый образ жизни, это титанический труд. И, разумеется, это график. Не будет графика, не будет постоянства, но не будет никакого результата. Да, ты будешь выглядеть чуть-чуть лучше, чем тот, кто там рядом с тобой едет в метро, образно говоря. Но то, что ты хотел, ты не получишь. Поэтому это в совокупности огромная кропотливая работа. Я первый раз попробовал тестостерон, где-то, наверное, в 28-30. Ударом. Очень банально я работал в одном зале, у нас было очень много бодибилдеров. У меня никогда не было проблем с мышечной массой и тем более с силой. Ну, там, при весе 82 килограмма, я там приседал 240 на несколько раз без бинтов, просто в тапочек. И начали все говорить, да вот, ты нам врешь, мы профессионалы, мы все видим. Это невозможно, там, туда-сюда. Ну, и меня как бы это немножко задело. Я так подумал, блин, ну, все равно все думают, что я химик. Я видел, что ребята, которые что-то употребляют, они реально прогрессировали. Я подумал, блин, ну, наверное, если я что-то попробую, я смогу еще больше спрогрессировать. Первый курс был вот именно одного препарата, да, плюс, а, вру, два препарата. Метандрициналон. Метандрициналон был где-то до пяти таблеток, знаете, как говорили, все говорят, Вася делает по 10-10 таблеток, пьет, метану пьет в день. Потом, вот, тот-то столько-то. Я думаю, ну, нужно начать с минимума. Давайте не будем придумывать. Вот я сам себе говорил. И, то есть, у меня было до пяти таблеток метана в день, и в течение, там, небольшого времени курс был не больше 6-8 недель. При этом я делал тестостерон пропионат 3 раза в неделю. Вот это максимальный курс, и я сразу, конечно, почувствовал результат, хотя препарат короткого действия, вот, он действует в крови, там, не больше суток. Вот этот минимальный курс, он дал, конечно, толчок. Я никогда не скрывал о том, что я когда-то употреблял анаболические стероиды, потому что тогда они были мне нужны. То есть, я их не употреблял для того, чтобы красиво выглядеть на пляже. Употреблял я их только исключительно для профессионального спорта, который мне зарабатывал. Я осознавал, что цель – оправдывая средства. Либо же употреблял тогда, когда ощущал, что у меня вот именно спад жизненной энергии пришел. У меня не получается дела, у меня не получается взаимодействие с людьми. Я понимал, что что-то не то. Вот, наверное, это второй момент, из-за чего это можно применить. Я никогда не использовал, не имея там в кармане денег. Я всегда подходил этому только тогда, когда осознавал, что у меня будут средства и на врачей, и на восстановление, и тому подобного. И на восстановление я тратил сил, времени и денежных средств еще больше даже, чем на сам, разумеется, там, курс. Поэтому сегодняшним днем я абсолютно здоров. У меня все работает. У меня двое замечательных детей. И, как бы, я счастлив и рад жизни. У меня нет никаких побочных эффектов, в отличие от тех людей, которые на меня пальцем показывали. А, вот, ты употребляешь и так далее. А они сейчас бегают по больничным койкам. Вот и все. Просто хотелось резко себя поменять, почувствовать себя более молодым и юным. И поэтому о пользе я, наверное, точно не думал. Я больше думал о результате, да, чтобы снова стать сильным, снова стать бодрым, начать обрастать мышцами. То есть, знаешь, использовать это как какой-то витамин такой постоянный, который тебя избавит от всех проблем. Это совершенно другой тренинг. Тренировки никак не отличаются. Они как есть тренировки, так и есть. Без фармы, с фармой. У меня часто задают вопрос, тренировки с фармой и тренировки без фарм, чем отличаются? Ничем не отличаются тренировки с фармой и без фармой. Вообще ничем. И этот объем тренировочного процесса я делаю и без фарма. И с фарма здесь не имеет значения, почему. Даже на этом не надо зацикливаться. Ну, химия дала, что? Ну, веса больше, мяса больше. Я вырос, да. Сказать, что я глобально стал сильнее. Ну, я просто не тренировался никогда, как бы, каких-то там, как там, пауэрлифтер. Я просто, ну, качался, качался там по мере возможностей. Ну, конечно, мяса больше. Стало больше мяса. Ну, веса у меня выросли. Ну, если там максимум приседал 240, когда я начал употреблять, там, через день тестостерон, пропианат, я стал приседать там 310. Когда я готовился по бодибилдингу, ну, у меня был такой достаточно нарядный курс. Что он мне дал? Ну, некоторые проблемы со здоровьем, скажем так. По поводу жалоб, которые у меня были на мое самочувствие, не высыпаешься, постоянно уставший, постоянно встаешь разбитый. Можешь где-то, там, не знаю, проваливаться в сон, в себя. То есть ты забываешься, тебе на все не хватает сил. Ты чувствуешь, что ты где-то упускаешь какие-то моменты, ты пытаешься, там, больше сделать в день, да, но у тебя не хватает на это сил. Плюс поход в зал обязательно, да, надо где-то на это находить силы. То есть ты должен или весь день отдыхать, чтобы пойти в зал, потом вечером нормально покачаться. То есть если ты весь день работал, уже вечером не до зала. Конечно, хочется откуда-то взять эти силы, как в 20 лет, да, и быть таким же бодрым, чтобы вообще море по колено было. Я свое состояние связывал, называл это хронической усталостью. Мне казалось, что я просто сильно устал. Ничего, и ничего не делал для этого. Просто ходил в таком состоянии, в уставшем, постоянно. Просто я эту усталость чувствовал постоянно, даже когда высыпался. Конечно, я пытался больше спать, больше отдыхать, больше гулять, ходить на свежем воздухе, не нервничать, что-то не обращать внимания, там, не смотреть плохие новости. Короче, создать какую-то атмосферу для самого себя, такого постоянного релакса, это помогает в какой-то степени, но не очень. То есть хочется большего эффекта, да, ты не можешь там отдыхать пару месяцев, чтобы набрать этот тестостерон, да, тебе надо сразу там начать отдыхать, и сразу результат в виде каких-то таблеток спасательных. Я всю жизнь пытался в какой-то степени, там, знаешь, каждый год ты пытаешься пойти в зал и начать качаться, и думаешь, вот сейчас получится. И таких попыток было много, а когда я начал принимать тестостерон, то есть я стал замечать, что результат на самом деле есть. И веса больше, и тянешь сразу, и восстанавливаешься легче, и после качалки ты еще гулять бежишь, там, вечером с подругой, и все у тебя нормально, там, то есть результат, конечно, был. У меня в окружении нет людей, кто прям очень активно занимается бодибилдингом именно с астероидами, но я знаю ребят, кто занимается спортом, используя тестостерон, только тестостерон, не используя сторонние какие-то препараты. Результаты есть, результаты, конечно, не такие, как у самых главных бодибилдеров, но видно, что человек спортивного телосложения, в хорошей форме, и, если честно, я тоже очень хотел быть в такой. Но пока что мы на начале станет, идем к этому. Вот почему у некоторых тестостерон высокий, а у тебя низкий? Природа наградила одного, а тебя как-то обделила? Абсолютно нет. Бывает, два брата родились вместе, но в разных семьях их усыновили из приюта, и растут два идентичных генетически человека с разным уровнем тестостерона. Почему? Потому что одному повезло с родителями, например, с окружением, с тем, что ему привили, как питаться правильно, что ему нужно заниматься спортом, и с одной и той же генетикой один брат становится олимпийским чемпионом, а другой брат становится алкоголиком из соседнего двора. Есть генетика, она решает многое, но не все, а есть эпигенетика. Эпигенетика – это то, через что мы общаемся и через что мы действуем на организм. Это физическая активность, это стресс, его наличие или отсутствие, это прием БАДов, например, это шумовая обстановка, это освещение, когда днем везде свет еще можно понять. Вечером мы сидим в телефоне, вечером мы сидим в компьютере, мы постоянно слушаем громкую музыку, иногда с ней засыпаем. То есть факторов, которые уничтожают наш тестостерон, их сотни вокруг. И поэтому для того, чтобы мужчине оставаться здоровым, очень важно постоянно следить за своим здоровьем, работать над своим здоровьем. И кто-то это делает, и кто-то это не делает. Поэтому одни и те же генетически идентичные люди могут иметь разные эндокринные патологии. Почему у некоторых людей, казалось бы, здоровых возникает? Возьмем успешных каких-то музыкантов или певцов. Человек мало спит, человек много путешествует, человек много стрессует, постоянно переживает. Да, в его жизни много чего прекрасного. Но этот образ жизни никаким образом не может быть связан с нормальным уровнем тестостерона. И поэтому не нужно думать, что уровень тестостерона низкий, это обязательно какая-то болезнь. Иногда это следствие вашего образа жизни. Когда ты не на сушке, да, ну ты просто там ставишь 250 тестостерона, ты более психологически стабилен. У тебя нет провалов настроения. Твоя жизнь лучше становится. Но на сушке тут история такая. Даже если ты не употребляешь ничего. Потому что я много гонял вес, когда боролся. Нервная система, она отлетает как из-за дефицита углеводов. У всех. Но это без исключения. Я и не встречал людей, которые, когда на сгонке веса или на сушке, это как-то в той или иной степени у них были проблемы с нервной системой. Хочется всегда, знаешь, совершенствоваться, как будто бы. Хочется быть лучше в чем-то, да. Ты что-то пытаешься в работе добиться, в отношениях. Постоянно работаешь над собой. То есть я могу не качаться, но в то же время там постоянно заниматься зарядкой. Постоянно пытаться, как минимум, сидеть на каких-то, ну не диетах, да. Ну не употреблять там жирного, сладкого и так далее. Прием тестостерона – это еще один пунктик, чтобы повысить свой уровень. Опять же, открыть себе возможность все-таки поиметь это тело самое красивое, которое ты хочешь. Мне кажется, это мечта любого мужчины когда-нибудь, хоть раз в жизни, просто вот начать обладать этой фигурой и быть красавцем таким, да, в какой-то степени. Это тоже мотивирует как бы вот смотреть на себя в зеркало отчасти. Идти к врачу – это деньги. Принимать лекарства – это деньги. Укол тестостерона – это деньги. Да, прожил на своем, зачем тратить их. Но они не понимают то, что там, где улучшение твоей жизни, там и улучшение твоего заработка. Мужчине свойственно быть акулой. И чтобы он вновь стал акулой, которая умеет, так скажем, охотиться в этом большом океане, ему обязательно нужен тестостерон. И сегодня он потратит условные 100 тысяч рублей, но завтра они принесут ему х3. Потому что, как я уже выражался, уровень КПД у мужчин возрастает. И, так скажем, даже тянутся к нему больше люди, когда видят, у мужчины глаза горят, когда он физически вновь превосходит всех своих сверстников. Ему нравится это ощущение, и он за счет этой дикой уверенности излучает от себя эту энергетику. Я думаю, даже тестостерон ощущается с запахом. Я думаю, даже такое есть мнение. Многие считают, что при употреблении тестостерона и анаболических всяких препаратов, они станут сильнее, лучше. Многие даже говорят, что, ой, ну, конечно, вы же тут начали колоться, там, все у вас там, все можете. Ну, это такая ахинея вообще. Вот, ну, вот просто. Просто к примеру, да, я ставил там тестостерон пропионатом через день. И приседал 310. Я знаю людей, которые ставили грант астерона, трен, там, я не знаю, там вообще такой компот. Но они там не то, что 310 не приседали, они даже 200 не приседали. Они приседали 150, там, на 3, и говорили, ой, я нормально добавил, как бы. Тут где-то генетически, как бы, должен быть, да, развит и правильные тренировки. Тогда это сработает. Если этого всего нету, ну, просто вы, как бы, посушите свои яйца и все. Я никогда не делал большие, огромные дозы тестостерона. То есть, вот эти вот говорят, грамм за грамм. Не знаю, я, если бы я делал граммы в то время, я бы, наверное, в эти, входил бы в зеркала бы, блядь, я бы, понимаешь? Ну, это пиздец. Или выходил бы, нахуй. Короче, я не понимаю, как можно такие большие дозы делать. И надо понимать, что ты, когда ты делаешь такие препараты, нужно их вырабатывать. Вырабатывать на тренировочном процессе, и чтобы они работали. Вот. Если они работают на минимальных дозах, зачем делать большие дозы? Я не вижу в этом смысла. И никогда это не пропагандировал, никогда этого не делал. Я всегда понимал то, что я делаю, и сколько нужно сделать для того, чтобы работа, росла мышечная масса. Профессиональный спорт и химия, они ходят очень близко. Это с точки зрения и каких-то громких скандалов, и каких-то бытовых моментов, когда ты узнаешь, что тот или иной человек что-то принимает, что-то в нем меняется, ты это видишь. В принципе, профессионалы, как правило, об этом не говорят, потому что это и так все понятно. Те, кто разбираются в теме, почему между собой об этом не говорят? Потому что ты понимаешь, про что разговор. Ты можешь посмотреть на человека, и ты можешь проанализировать, сразу сказать, делает он, использует он что-то или не использует. Бог не наградил красивым телом, тонкими костями, длинными креплениями мышцами. Тоже о первых местах на крупных турнирах речи быть и не может. К сожалению, это так. Но кто-то довольствуется шестеркой призеров. Олимпийцы и профессиональные спортсмены, почему они умалчивают? Ну, а зачем им это говорить? Как люди к этому относятся? Сразу, что все его достижения исключительно заслугов спортивной фармакологии. Я бы сказал, 95% их успеха – это труд и дисциплина. Естественно, в том числе из-за этого, и, конечно же, в том числе потому, что выиграв Олимпиаду или выиграв какие-то соревнования, соревнуясь, поверьте мне, чаще всего тоже с атлетами, которые, наверное, в 99% случаев тоже что-то используют, если вы признаетесь в этом, у вас, вспомните, Лэнса Армстронга. Он соревновался тоже, поверьте мне, с людьми, которые были на допинге. Но тогда, когда он признался в том, что он использовал, даже спустя очень много лет у него отобрали все его медали и награды. Это первое. И второе, вы не забывайте, что когда мы говорим о чем-то плохом, иногда, к сожалению, для того, чтобы предостереть человека о чем-то, мы его можем тем самым подтолкнуть к этому. Либо наоборот, это яркий пример, когда в семьях отец пьет. Для кого-то такой пьющий отец будет примером, что пить нельзя, и человек посмотрит на такой дурной пример и не будет никогда в жизни пить. У меня есть такие друзья. А есть люди, которые, глядя на пьющего отца, тоже станут алкоголиками. Поэтому тема тестостерона очень скользкая. И мое мнение, профессиональные спортсмены не должны о нем много говорить, не должны его пропагандировать, не должны рассказывать о своих курсах. И та политика, которую ведут все профессиональные атлеты, я всецело поддерживаю. Победа на допинге, по идее, должна приносить меньше удовлетворения для порядочного человека. Но тот человек, который употребляет допингом, по сути, уже не порядочен. Мой путь в фармакологии, как и у всех ребят, которые выросли, скажем так, в 90-е, я 79-го года рождения, мне сейчас 44 года, и в возрасте где-то 15-16 лет, увлекаясь уже бодибилдингом в подвальных качалках, мы смотрели на старших ребят, которые нам предложили попробовать метандристиналон, который продавался во всех аптеках России или, я не помню, Советского Союза. Метандристиналон, первый препарат, который я попробовал, таблетированная форма. И что еще? Ритаболил, ритаболил, да, как сейчас помню. И еще Амнадрен. Вот три препарата, которые были доступны по рецепту врача. То есть мы находили ребят, у кого мама терапевт, и просили ее написать на бланке рецепт с печатью. Особо в аптеках тогда не вглядывались. Вот, и все, брали пачку метана, пару ампул, ритаболила. Но мы все верили, что после двух таблеток метана тебя разорвет. Для меня креатин тогда был гораздо круче. Я вообще ничего не понял. Ну, съел и съел. Я не понял ничего по силе, я ничего не понял по восстановлению. Там, улучшился я, не улучшился. Я молодой был, меня и так перло. Я думаю, что спокойно мог там до 19 на своем заниматься. Хотя навряд ли уже. Я просто уже, у меня очень быстрый был прогресс силовых. Как быстро он пошел, так и быстро я как будто бы у себя в голове, как будто бы почувствовал вот этот генетический предел. Хотя сейчас понимаю, что это. И рядом мне был предел. Тебе нужна эмоция, тебе нужна уверенность в себе. Тебе нужно какое-то немножечко такое размытое ощущение себя, какого-то самоконтроля. Потому что, ну, иногда приходится там, возможно, где-то бежать. Ты в инстинкте самосохранения в каком-то находишься и как из него выйти, да. Возможно, в этот момент ты примешь правильное решение, а в какой-то момент это и неправильно. Поэтому логика применения запрещенных препаратов, она, говорю, понятна не только в спорте, но и в некоторых других, как и для обычного человека, да. Этот препарат, он не был создан, там, и эти препараты, они не были созданы для спортсменов. Спортсмены начали их использовать. То есть, а если посмотреть по истории, то первые запрещенные препараты, какие-то некие стимуляторы, они применялись в том числе и для лошадей. Поэтому всегда люди искали какие-то моменты, те же самые, там, наркомовские, там, 100 грамм во времена, там, Великой Отечественной войны, да, когда какой-то некий страх немножко притупить. Поэтому логика понятна, но что с этой логикой делать и как контролировать этот момент, вот это, как бы, самая, наверное, основная, самый большой вопрос, который нужно себе задавать. Почему люди начинают использовать химию? Всегда же хочется больше. Первую причину я, наверное, назову атлений. Период, за который человек станет 100-килограммовым сухим атлетом с химией и без, он кратно разный. Именно если прям вот в одинаковом качестве брать, вот, это от лени, нежелание ждать и непонимание того, какая есть побочка от химии. Если бы человек знал бы, что может его ждать, то я думаю, что их было бы меньше. Все стараются, говорю, реализоваться, и бизнесмены, и спортсмены. Все хотят быть известными, все хотят монетизировать ту или иную известность. Никто не хочет быть статистом по жизни. Это нормальная, объективная прина. На что тебя это провоцирует? Кто-то уходит там, условно, в бандитизм какой-то, в воровство. То есть это некие, наверное, слабости человека, перед которыми он не может устоять. В том числе и навязанное окружением, когда считается престижным быть олимпийским чемпионом. Не здоровым человеком, а именно известным, там, титулованным человеком. Например, вот история Рони Коллемана, да, который имеет огромное количество детей, семью. Его семья обеспечена, но, тем не менее, их папа инвалид. Вот это хорошо или плохо? Я думаю, что найдется очень большое количество людей, которые скажут, что это хорошо, они бы повторили эту историю. Но другие, которые мыслят немножко иначе, они бы сказали, что это неправильно. Поэтому, правда, это та ложь, которая нам нравится. Мы сами во что-то верим. Иногда это навязано, но, тем не менее. Хотя тестостерон сам по себе очень полезная, хорошая штука в определенных дозах. И если это идет назначение от грамотного врача, от эндокринолога, который смотрит твои анализы, который смотрит, чтобы не было перебора. Мы все же хотят гипертрофии. Все думают, что мышцы растут. Чем больше фарма, тем больше будут мышцы. Нет. Мышцы – это режим 24 на 7. Это правильное питание. Это образ жизни. Если ты хочешь быть мутантом, ты должен заниматься своим телом 24 на 7. Но это очень непросто. Это надо быть богатым эгоистом. Потому что в нашем социуме и при нашей сейчас вот такой жизни, имея жену, детей и работу 24 на 7, тяжело кормить свое тело. Поэтому все думают, что сейчас мы пару кубов с таноном поставим, и все. А вечером можно пивка попить. Именно фарма сейчас, насколько она накрыла спортсменов в залах. Во-первых, наверное, если брать те времена, когда я приехал в Москву, когда было там 10 залов, наверное, на всю Москву. То есть, представляешь, насколько сейчас все масштабно. Мы именно в Москве, в Московской области. Ездишь просто их везде. Их тысячи, наверное. Везде спортсмены, интернет. Везде как бы понятно то, что все хотят быть сильными, красивыми. Везде есть с кем пообщаться по этому поводу. Ну, все переходят на эту сторону в любом случае. Просто тут речь идет, как они переходят. Сами по себе, либо как-то вот со специалистом. Вот это очень важно. Сейчас, наверное, уже организаторы и медкомиссии, они стали больше понимать, что все-таки у допинга есть какие-то последствия, что это все-таки не слишком безопасно для бойцов, и стараются их тоже от этого ограничивать и ограждать. Но, как я уже говорил, максимально эффективно это пока что сделано только в UFC. Выявления запрещенного препарата, они, конечно, все увеличились. Это как вот если мы, например, сейчас подуем в трубочку на алкоголь, например, будучи остановленным полицейским. Каким-то образом он этот воздух сохранит на ближайшие 10 лет. Ты сейчас или не пьешь в общем, или условно, в кавычках, я пример привожу, да, выпиваешь там условно бутылку, которая гипотетически не показывает. Например, в Америке можно выпить несколько бутылок пива. Там в Европе бокал вина и так далее. Я к примеру говорю, у нас все запрещено, естественно, да. Но сейчас, если аппаратура не покажет, то это не значит, что то же самое, что у тебя взяли сегодня, не покажет через 10 лет. Поэтому в фармакологии, в профессиональном спорте тоже вот эти все улучшения идут. И, собственно, вот эти все ретесты, которые были проведены, это именно вот по такой истории, что в те времена это не показало, а хотя спортсмены следовали правилам, которые тогда были, а спустя много лет это все показало, потому что технологии улучшились, но вот моча с тем, что там в ней было условно, она осталась вся та же самая. То есть принципиально то, что не запрещено, то разрешено. Если мы говорим про те года, то люди следовали одним правилам, установленные в те годы. Сейчас это другие нормы, другие стандарты, другие цифры и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому спортсмен прежде всего апеллирует некой буквой закона. Разрешено, не разрешено. Если разрешено, то в каких границах? Если запрещено, то тоже в каких границах? Ну, конечно же, за эти годы очень много чего изменилось. Очень много. Результаты раньше и результаты сейчас. Наверное, глупо думать, что связано все только с дозой препарата. Во-первых, многие препараты раньше были не запрещены, и они стали попадать в списки, которые вы теперь не можете использовать. Когда мы говорим допинг, вы обязательно представляете, наверное, шприц с тестостероном. А препаратов, на самом деле, которые относятся к допингу, их полно. Поэтому спортсмены, например, когда мои витамины у меня приобретают, они говорят, а там точно ничего нет в составе. Я говорю, слушай, ну это можно всем. Они говорят, да нет, не в этом дело. Там есть огромный список. Действительно, добавок, которые, в принципе, могут встречаться в спортивных каких-то добавках, в притрениках, в каких-то комплексах для восстановления, которые мне, как обычному атлету, можно, а его приведет к дисквалификации. И поэтому некоторые заболевания, когда лечат какую-то простуду или бронхит, это может привести к дисквалификации атлета. Если мы говорим о серьезных препаратах, то, поверьте мне, доза никогда ничего не решала. Все решает сам препарат, ловится он, либо не ловится, и насколько он эффективен. Поверьте мне, если бы все определялось с дозой, все было бы гораздо проще в спортивной фармакологии. И яркий пример – это бодибилдинг, в котором я подготовил много чемпионов различных, и Москвы, и Питера, и России, и мира, и Европы, и Арнольд Класси. Никогда, услышите меня, никогда количество тестостерона, которое вы ставите, не приведет вас к результату. Если бы доза определяла победителя, то самый безбашенный, самый безголовый был бы всегда чемпионом. А чемпионом становится год за годом человек с самой лучшей генетикой, с самой сильной дисциплиной. И только, наверное, в третью очередь с хорошей фармакологией. В пауэрлифтинге, если мы берем профессиональные дивизионы, 101% ребят, которые на чем-то. Разные дозировки, разные подходы – это профессиональный спорт. Ну, еди на соревнования по бодибилдингу, грубо говоря, тоже, да, возьми допинг-тест на сцене прошников. Или там на соревнования по силовому экстриму возьми допинг-тест. Это глупо, это нелепо. Люди не вывезут такие нагрузки, их не выдержат. И не то, что сейчас оправдываюсь, выступая адвокатом дьявола здесь сейчас. Но это просто очевидный факт. Просто кто-то об этом говорит, кто-то об этом не говорит. В том же ММА, когда на зарождении его наш Федор зацепил в эру стероидных гигантов, в которые люди выходили, там, по голове им бьют пяткой по ноге, а он не выключает. Когда к этому очень сильно привыкаешь, что даже если ты очень талантливый, и ты привык использовать допинг, и как только происходит отмена, вот сразу падают эти все результаты. И попадают и выступления, попадают и психологические, скажем так, составляющие, концентрация на поединке. Потому что спортсмен себя ощущает по-другому. Спортсмен по-другому ощущает свое тело, по-другому ощущает свое психологическое состояние. Тут очень много факторов у допинга именно после отмены. Естественно, поколение бойцов сменилось, воспиталось и выросло новое поколение бойцов, которые привыкли выступать более чисто. Ну, как бы, естественно, и сейчас мы иногда слышим и видим, что какие-то бойцы попадают, то, что какие-то все равно фармакология у нас не стоит на месте, появляются какие-то способы, чтобы обмануть допинг-тесты. Но, опять же, и тестирование, оно тоже улучшается, и качество тестирования тоже поднимается, и, соответственно, какие-то и новые методики, они тоже обнаруживаются. И бойцы, которые используют запрещенные препараты, они ловятся и отстраняются на неопределенный срок. Ну, или на определенный. Ну, если брать это, опять же, тестостерон, как зло или добро, да, то есть, конечно, по большей степени я, конечно, видел счастливых людей. Если там какие-то моменты брать, абцесс, там, еще чего-то, конечно, то, что это какой-то, наверное, подход человека, они очень осторожны к этому. У меня были ситуации, когда я просто людей, не занимающихся спортом, ну, месяца два назад, три, ехал там к другу, к МАМКАДу, заехал там на ярмарку, мужик подходит, такой, у меня тут, говорит, свое кафе, давайте покормлю пловом, там, всем делами, ну, давай, сидим. И он такой, блин, Денис, у меня такая вот фигня. У меня, короче, депрессия, у меня настроения нету, мне вообще делать ничего не хочется, а ему там 33 года. Я такой сразу, слушай, сдай на гормоны, посмотрим. Ну, они даже об этом не думают. Ведь это гормоны, что-то у них, это все связано с космосом. Ну, и действительно, он делает, я ему просто показываю, вот у тебя тут вот просто тестостерон, там, в гармошке, там, ну, вообще, тестостерон вообще. Минимальные показания, может быть же максимальные. Он вообще не понимал, о чем я говорю. Он просто говорил, может тренироваться, не тренироваться, ну, говорю, гормоны сдай. Просто прописал ему в спортивном магазине требовал взять таблетки. Говорю, вот, кушай. Ну, и в зал похожи, чуть-чуть походи, чтобы какие-то, чтобы движения какие-то были. Ну, месяц-полтора, все по делу, все у него там в норму пришло, у него сразу интереснее жизнь стала. И таких моментов много. И когда в зале работал, то есть с такими моментами подходили многие. Опять же, я никогда не советую чего-то там прям серьезного, все через ПК спортмагазин. Потому что чисто для жизни этого достаточно. Если мы берем профессиональный спорт, когда человек хочет какие-то рекорды, какие-то звания, тогда мы уже разговариваем про другие вещи. То есть для меня тестостерон, это вообще как бы эликсир молодости. То есть если он всегда в норме будет, и по обмену все будет нормально, да, и по здоровью более-менее все там контролируется. Только вот это все где-то внизу все начинает вылазить какие-то непонятные болячки ненужные. Ну, то есть это через это пройдено, и ты понимаешь, что это так и работает. Я думаю, да, безусловно, есть люди, которых жизнь это укорачивает, но не так, как любят это все преподносить СМИ. Большой парень, будь то бодибилдер, пауэрлифтер, из любого вида спорта, просто большой накачанный парень. Он пойдет, спотыкнется, сломает себе ногу, это химия. Общество всегда клемит из простого человеческого непонимания, непринятия и простой зависти. Причем зависти в этом даже больше. А, он химик. Я могу прогарантировать, что 100% тех людей, которые никогда ничего не употребляли, будь им доступна в их арсенале вся химия мира, они никогда и рядом ничего не добьются с тем, чего добились профессиональные спортсмены. Химия может и навредить, естественно, если пренебрегать дозировками, когда ты не слушаешься опытных специалистов, которые тебе подсказывают. Я вот благодарен судьбе, что вовремя, ну, не то, что вовремя, оказался в фитнес-клубе Марк Аврелий. Много серьезных ребят в те времена были, да, там, бодибилдеры и все остальное, которые, вот, не будучи я опытным, рассказали мне все, как это все происходит и что и сколько надо. Вот, я желаю, что вот не надо делать ошибок, находить хороших специалистов, так же само, как и тренеров. Очень часто приходят в зал, там, тренера висят, ну, у него титулов как таковых никаких нету. Он ему к нему идет, ну, знает больше, чем те, которые титулованы, да, я всегда, как бы, говорю, вот есть титулованы, вот к нему иди. Они прошли через многое, они больше тебя научат, чем все остальные. Поэтому мне повезло, мне рассказывали, показывали, ну, и, наверное, наверное, все это сработало. Кто бужик? Я бужик. Я спросил, кто бужик. Я бужик. Молодой человек, вы совсем не заботитесь о своих подопечных. Позвольте узнать, кто вы. Я ваш консультант по витаминам. Попробуйте эти добавки, господа. И вам не подышать. Я чувствую прилив сил, га-га-га. Дабы попробовать бабе и табиды и псу выберите себе лучшую роль. В каких случаях и что дает тестостерон? давайте, мы называемся тестостерон, наш выпуск, но все-таки мы говорим про спортивную, в том числе фармакологию. В зависимости от ваших целей подбираются различные препараты. Иногда ваша цель это выносливость. Иногда ваша цель это сила. Иногда ваша цель это бесстрашие. Да, действительно, не только же спортсмены используют фармакологию. Например, в каких-то спецвойсках. Люди, отправляясь на какую-то спецоперацию, иногда используют тестостерон. Либо на какие-то важные, сложные переговоры. Действительно, если человек в возрасте, он может использовать тестостерон для того, чтобы более уверенно себя чувствовать. Но по факту все препараты обладают разными свойствами. И есть препараты, которые мы используем по назначению, но если мы не знаем для чего определенный препарат, мы можем использовать бездумно. Как делают некоторые школьники, которые впервые решаются на какой-то курс и используют препараты, которые в принципе не подходят для их цели. Пытаются подсушиться, в итоге превращаются в водяные шары. Либо пытаются набрать, и в итоге высушиваются. Фармакология вещь простая для тех, кто с ней хорошо знаком, давно с ней работает. В неумелых руках это может стать страшным инструментом, который уничтожит ваше здоровье. Ну вот что я могу вспомнить такое первое, что в голову пришло, это некое ощущение супермена, безнаказанного, непобедимого. В принципе, если мы говорим про тот же самый тестостерон, то это препарат, который делает из себя супермена. Просто куда это эти навыки применишь в нужном направлении, в правильном русле, или тебя начнут штормить, и ты начнешь делать вещи, которые и нелегальные, и незаконные, и опасные, как для жизни, так и для окружающих. Когда уже втягиваешься в стероидный процесс, и когда у тебя курс, допустим, первый твой курс идет порядка больше двух-трех недель, во-первых, сильная либидо, то есть тебе постоянно хочется секса. раз. Но учитывая, если там тебе 18 лет, тебе и так постоянно хочется секса. Силовые показатели растут гораздо быстрее. То есть, например, ты пришел в зал, начинаешь сжать от груди 60 килограмм на 8 повторений. Вот, рядом с тобой тоже жмет парень 60 килограмм на 8 повторений. Вот, ты делаешь свой первый курс, там, 8-недельный, и ты уже в конце курса доходишь до веса в 150, а он еще до сотки не дошел. То есть, уверенность в себе, то, что растет силы, мышцы больше наливаются на тренировки. То есть, я когда, допустим, без фармы занимался, ну, скажем, чистил организм, занимался без фармы, я делал упражнения, я не чувствовал мышцы. То есть, я мог продолжать, продолжать делать, я не забивался. Для единоборств это хорошо. То есть, я считаю, в единоборствах фарма, она излишняя, потому что ты быстро, у тебя будут нагружаться плечи. А на фарме быстро устаешь, то есть, ты подтянулся пять раз, ты чувствуешь, что я широчайший, ты сразу налился, и тебе этого достаточно. И все, и кровь налился, и все. Но ты быстрее устаешь. Фарма очень сильно раздражает нервную систему, особенно такие препараты, как тринобаллон. Ну, вообще любой тестостерон поднимает агрессивность. То есть, ты заводишься с полоборота. То есть, если, допустим, сам по себе воспитанный человек, да, своими родителями, никогда там не обижу старшего, не подниму там руку на девушку и так далее. На фарме я мог спокойно дать пощечину женщине, там, если она меня там нахуй пошлет. Я мог на кассе обругать кассира, там, прямо хуями, если там что-то мне не понравится в ее работе, если она там, ну, не должна меня обслужить. Это все было. И бывало, что ты срываешься на человеке, и потом через какое-то время понимаешь, что ты неправ. Еще больше себя накручиваешь, еще больше от этого психуешь. Ну, что поступил, как гондон. Но ты в момент вот этого порыва эмоционального, ты не даешь себе оценку, не можешь себе стопорнуть, потому что это реально в тебе говорит не ты, а фарма. Это вот как, знаешь, как в фильме Веном, в тебя вселился другой человек. Химики, которые уже, скажем так, опытные, и в спорте давно, они уже знают побочки от определенных препаратов, они стараются в себе это контролировать. важный момент на самом деле, о котором никто не говорит почему-то. И когда спрашивают меня, а тестостерон, насколько он вреден, насколько он полезен, все начинают спрашивать про печень, про почки, про поджелудочную железу. Но никто не говорит про самое главное, про голову. Огромное количество семей было разрушено из-за тех психологических и психических изменений, которые создает тестостерон, а вернее его переизбытки. Это рукоприкладство, это агрессия, это зависимости, это дисморфофобия. И сегодня наши герои честно расскажут нам о том, с какими негативными последствиями со стороны психики они сталкивались в своей жизни. Самый, наверное, мой главный посыл был бы не к обычным людям, а к врачам. Очень многие мои коллеги, достаточно именитые коллеги, они помогают людям калечить себя. К ним приходят спортсмены, не профессионалы, любители, либо просто ребята, которые хотят подкачаться. К врачам приходят ребята, которые за несколько тысяч рублей просят их расписать им курс. И человек, который вроде бы давал клятву Гиппократа, который вроде бы обещал человеку помогать сохранить здоровье, помогать ему поменять свое здоровье в обмен на деньги, на внешность, он будет меньше жить, да, он будет где-то, возможно, в какой-то период времени короткий, симпатичный, но он будет меньше жить. У него будет куча проблем, у него будет ползти уровень холестерина, у него будет увеличиваться риск тромбоза. Ребятам, особенно молодым, правильно использовать анаболики. В моем понимании то же самое, что я буду кому-то помогать жгутом перетягивать руку, чтобы он хорошо уколол себе героин и не пропорол вену, ведь я давал клятву, он же все равно без меня это уколит, поэтому давайте-ка я жгут хорошо буду держать, чтобы он правильно уколол в моем присутствии с моей профессиональной помощью. Забрыши. Иногда бывает видно, особенно по старым боям, очень многие бойцы, что нахимичные в кавычках бойцы выходят очень агрессивными, они часто ощущают намного меньше боли во время боя, то есть они могут идти и до конца при очень больших травмах, не замечая их, что для обычного человека это в принципе неестественно. То есть такие вещи есть, плюс я думаю, что улучшается немножко фокус, такой боевой фокус, то есть улучшаются инстинкты и на фоне этой агрессии человек, он более успешно реагирует, он более успешно выполняет какие-то технические действия, он более сильный, более взрывной, то есть даже просто ощущение силы, оно придает уверенности любому бойцу. Я думаю, что если взять весь олимпийский вид спорта, все виды спорта, ну процентов-то 90 все юзы, это как бы может кто-то там сейчас накидать здесь в комментариях, может свой комментарий оставить, скажет, нет, ты не такой, да и все мы все прекрасно понимаем. Даже федерации, которые там в пауэрлифтинге а-ля чистые, просто ребята подводятся, потому что те результаты, на которые вышел спорт, он уже невозможен без формы. Конечно, дорожка, она касательно запрещенных веществ, она соблазнительная для многих спортсменов, но она также очень шаткая, потому что, используя это один раз, от этого сложно потом отказаться, и очень сложно потом выступать без использования запрещенных веществ, что зачастую, как мы уже обсуждали до этого, может загубить карьеру и даже здоровье спортсмена. То, как отражается применение препаратов, я думаю, оно по доступной информации в интернете, оно в принципе показывает, что это сильно бьет и по голове, и по телу, мы можем привести очень много, наверное, таких примеров, если покопаться. Главный момент, чтобы люди поняли, что это 100% будет, что какие-то последствия, они будут. дай бог, если генетика, ваш опыт применения будущий, он будет в каких-то адекватных масштабах, он где-то будет ограничен какими-то нормами, какими-то понятиями, знаниями, тогда, возможно, вы пройдете эту историю безопасно. А если нет, если это акуна матата такая, то это 100% приведет к какой-нибудь хрени. Я могу сказать, что, наверное, здесь это так же, как в любом другом виде спорта. Наверное, именно самый актуальный вид спорта для того, чтобы об этом судить, это бодибилдинг или культуризм. Очень многие спортсмены уже после завершения карьеры, они страдают от болезни сердца, от каких-то... Наверное, в нашем виде спорта все то же самое, плюс все это усугубляется сильными травмами, полученными во время ударов, во время тренировок и во время каких-либо еще действий. Очень часто мы видим, настолько у бойцов становятся именно хрупкими кости, которые ломаются во время просто ударов, и возникают переломы, и напрямую во время соревнований тоже все. Как мне кажется, может быть, отчасти следствием употреблении каких-то веществ. Повторюсь, я не врач, мне сложно судить как бы... Потому что у меня такого опыта его не было, мне сложно судить по себе. Как я это понимаю и как я это вижу среди других спортсменов, это сильно не улучшает общее здоровье именно в будущем, если мы говорим о долгосрочной перспективе жизни, выступления и так далее. Когда первый раз садятся на курс, даже не курс, а хотят что-то попробовать, чтобы подкачаться, это всегда что-то небольшое, маленькое, редко это какие-то большие курсы, это иногда таблетированный препарат, почему-то думают, что таблетки это более безопасно, хотя чаще всего наоборот. Купают, пробуют, ждут какого-то вау-фекта, а потом уже появляется бесстрашие через какое-то время. Когда вроде бы хочется больше, хочется еще, хочется что-то уже серьезнее, каждый раз ожидаешь чего-то больше, начинаешь использовать уже целые связки, курсы, гуглишь интернет, ищешь советов, бывалые в зале подсказывают, естественно, ты им доверяешь. Потихонечку-потихонечку приходишь к тому, что когда-то тебя отталкивало, когда тебя раньше не привлекали вот эти большие спортсмены, ты не хотел быть на них похож, потихонечку ты сам становишься одним из таких. Ребят, которые в принципе внешне никогда бы тебя не привлекли в плане того, что ты хочешь быть похожим на них. И уже потом начинаешь забивать на то, как нужно правильно делать уколы. Не обрабатываешь лишний раз ягодицу. Ставишь не в ягодицу, а в ногу. У меня был знаком, он прям через джинсы в ногу втыкал, через дырку в штанине втыкал в ногу. Прямо во время езды за рулем, прям в дороге, в правую ногу втыкал в шприц и делал себе укол. Это не очень хорошо. Естественно, не проверяют качество препаратов, покупают андеграундные. То есть, большая часть препаратов, которые сейчас используются в спортивной фармакологии, это не аптечные препараты, как было, например, в 80-е и 90-е годы. Прежде чем что-то надо делать, нужно сначала, конечно же, ждать анализ. Ну, чтобы не придумывать и не фантазировать. Давай мы сейчас более ближе к реалии. Нужно сдать анализы и понимать, какой уровень тестостерона у тебя на данный момент. Твой тестостерон и какие-то другие показатели. И тогда понимать, нужно ли это делать или нет. Я думаю, что анализы покажут, что нужно делать. Но я думаю, что процентов в 90 точно покажут, что тоже не беда. Мой вам совет, как готовиться к сдаче тестостерона. Это в принципе не готовится. Утром без спорта, утром без секса, утром голодным. Но никаких 4-5 дневных подготовок, как некоторые врачи советуют. Нам же не нужно получить удовлетворение от того, что мы получим суперкомпенсированные цифры тестостерона с утра. Мы должны посмотреть, с чем вы живете. Поэтому сдавать лучше все-таки ближе к 11-12 часам, когда вы уже не на пике по тестостерону. Тогда, когда вы более-менее приближены к тому, с чем вы существуете каждый день. Потому что мы все-таки не в космическую академию какую-то поступаем, и нам нужна правда, а не максимально возможный суперкомпенсированный результат, который могут показать наши тестикулы. Перед назначением тестостерона необходимо провести полное обследование. Вот для меня однозначным противопоказанием является неустраненная гипоксия. Проявляется точно так же, как дефицит тестостерона. Слабость, сонливость, утомляемость, снижение либидо, эректильная дисфункция и так далее. Тестостерон, он, конечно же, участие пациентов вот это нивелирует. Гипоксия никуда не будет уходить, и в итоге недолеченная, нелеченная гипоксия будет прогрессировать. На тестостероне у кого-то происходит увеличение мышечной массы, мышцы на себя тянут, им больше всего нужно кислорода, и мы что получаем? Если человек пришел худеть, то он будет поправляться по типу борца с умо. У него будет и мышечная масса увеличиваться, она на себя тянет кислород, и жировая масса, потому что жир без кислорода не горит. Ну и рано или поздно это может закончиться той самой сердечной недостаточностью. Ну, как обезопасить себя? Посмотреть, эритропоэтин, он должен быть на нижней границе нормы, никогда не на верхней, судя по всему, верхняя граница пока еще тоже точно не определена, и посмотреть белок, маркер сердечной недостаточности про BMP, натрий, уретический пептид. Если он повыше, то тут уже не до тестостерона, опоздали с тестостероном, потому что если есть сердечная недостаточность, тестостерон приведет к увеличению, естественно, амбиций и сексуальных, и спортивных, но и секс, и спорт для людей без сердечной недостаточности. Тестостерон не обязательно поднимать там, фармакологией. Опять же, если это вы просто для здоровья, если вы просто обычный физкультурник в спортзал ходите, вам достаточно просто, ну, просто больше двигаться, питаться правильно. Опять же, какие-то даже спортмагазины, можно не в магазине, спорт, у меня есть карельские всякие бальзамы. Это все как бы имеет место быть, конечно, потому что чем больше ты этого всего делаешь, тем больше это все будет вырабатывать. Ты можешь просто, как говорится, я всегда сравниваю, в горах люди живут, у женщин усы растут, как я там всегда говорю, там просто люди дышат тестостероном и не парят, у них он там есть. Мы живем в городе отравленном, где куча выхлопных газов, питаемся, фигня всякая. Поэтому мы сами себе закупорили все и умираем потихоньку. Поэтому надо это все раскрыть, питание, меньше нервничать, отдыхать побольше и все. И в зал ходить, двигаться. Движение жизни, выработка, опять же, тоже тестостерона увеличится из-за этого. В профессиональном спорте, слава богу, это нельзя. Тестостерон запрещен. Это же допинг. Это мощнейший допинг. А это вот в таком другом спорте, в спорте там качков и так далее. Конечно, да, всегда. Во-первых, без тестостерона красивое тело конечно же не сделаешь. Потому что красивое тело это про мышцы. Мужчины любят мышцы. Будет мало тестостерона, будет мало мышц. И почувствовав это, а это еще это тело, это бесстрашие, бесстыжие. И один раз это почувствует, это мощнейший наркотик. Конечно, вот потом уже с этой иглы сложно снять. Поэтому лучше не испытывать передозировки. Тестостерон это царь гормонов. Это вообще это лучшее, что придумало человечество, если мы говорим сейчас, да, для мужчин терапии. Но я думаю и для женщин. Ты как врач скажешь, наверное, что гораздо больше спектр применения. Основной основной вред, который наносит и что наносит, это все, что возле. Витаны, винстролы, их количество, тринболоны, инсулин вообще это даже мрак. Сколько с инсулина народу умерло? Ну это же просто сколько бодибилдеров от инсулина умерло, в ком упало. Ко мне чувак, ко мне знакомый приехал, сидел он, господи, халатестин. Из-за того, что он ел, он настолько был токсичный, мы с ним поехали, я пожалел, что я его взял в грузинскую кухню. Он съел хинкали и запил ессентаками. Вот я на тот момент понял, как человек сгниет изнутри. Когда у него отрыжка пошла вместе с этим, ну это просто, я ему говорю, блин, мы едем, я говорю, друг, вот клянусь, лучше бы ты здесь просто, простите за выражение, лучше бы ты газы пускал, чем ты сейчас у тебя отрыжка. Это мертвичина была просто. Настолько он был токсичный препарат. И он себе потом по итогу сжег, там он поставил рекорд, это его была цена за рекорд, но желудок он всегда всю жизнь жил. Понимая, почему ребята молодые начинают курсить, я бы им сказал, оцените, вот что для вас важнее, быть мышечным таким, нравится девочкам или быть умным и голова вас будет кормить всю вашу жизнь. Приоритеты расставьте. Вот что круче, быть большим дядькой или быть умным дядькой с профессией. Задав вот такой прямой вопрос самому себе, какое-то количество людей, я уверен, пойдет по первому пути, они захотят все-таки самоутрудиться в обществе, захотят, как у них сейчас в данный момент это в приоритете находится, понравиться девочкам, поэтому, чтобы мы не говорили, они будут это делать. Просто делайте это с умом, делайте анализы, проверяйтесь, не раз там в год, а может быть чуть почаще. Если вы все-таки хотите, попытайтесь найти качественные препараты, а не просто, когда вам какой-то ваш товарищ откуда-то принес, какой-то самоварблен и так далее. Но я все-таки думаю, большинство людей, задумавшись именно так, они начнут учиться. Многие мне и пишут, ребята, вот я хочу вот сесть на курс, у меня вот 20 лет, и что же мне сделать, какой препарат мне употреблять и так далее. Я ему пишу, тебе не нужно садиться на какой-то курс и употреблять тестостерон, вот ты сам тестостерон ходячий. У тебя в твоем организме столько тестостерона, твоего, то есть, что этого достаточно, если ты будешь грамотно тренироваться, соблюдать режимы, восстанавливаться, ты будешь расти. Если парень к 40 и больше, то, конечно, это уже вопрос, стоит ли не стоит. Его жизненные функции становятся хуже, а они будут становиться хуже у кого-то раньше, у кого-то позже. Это неизбежно. И каждый должен быть к этому готов. Я сейчас про мужчин говорю. Я считаю, что какие-то минимальные дозы тестостерона ему только поможут. Я еще не видел ни одного человека, который бы сказал, что это плохо или как-то его здоровье пошатнулось именно от этого препарата. То есть, не знаю, я считаю, что для обычного человека это тоже будет плюс, но нужно понимать, какие дозы делать, и это нужно делать обязательно с врачом. В каждом виде спорта есть определенные цели и задачи. В бодибилдинге цели и задачи достичь максимальной гипертрофии мышц человеку, поэтому большие мышцы никогда видят бицепс за 60, они все, это качок, это значит фарма. Хотя фармакологию очень много употребляют в легкой атлетике, в плавании, в велогонках, в единоборствах. Кстати, причина смерти была именно эта. Причина вот в ММА, помнишь, там такой скрашенный башкой негр такой, свинья, он еще там прогибом воткнул, еще тут уж. Рэндалман. Да, да, да. Он же тоже проблема с сердцем, потому что нагрузки другие, намного тяжелее. Он фарму ставил, ну, по нему видно. Тайсон фарму ставил, тоже не отрицает это. Вот, поэтому фармакологию ставят во многих видах спорта, и я вам скажу, что в легкой атлетике ее даже намного больше используют, особенно до 80-х годов, когда лаборатория не такая была мощная, как сейчас. Это даже не, я не выдумываю, у нас был такой покойный Виталий Сидоров, директор пациентологии силового стрима. Он был участник двух олимпиад по дискоболу. И он нам рассказывал, как они там их там кормили там просто такими лошадиными дозами. Я не знаю, как они тут по контролю ставали. Поэтому, когда видят большого надутого качка, а, это стероиды. А вы не задумывались, что человек, который выбегает 100 метров из 11 секунд, тот же Винстрол? Ну, там сейчас новинок много всяких разных. Я считаю, что если не было бы тестостерона, да, в медицине в целом, то ничем хорошим это не закончилось. А рецепт, если убрать, допустим, сделать его открытым, доступным для всех? Для всех я не согласен с этим. То есть, это не значит, что нужно дать зеленый цвет и покупать их, кто хочет, делать с ним что угодно. Мне это неправильно. Что касается именно обычных людей, которые вот просто ходят, да, то есть, никакие не связаны с никаким спортом, то если им нужно этот препарат для того, чтобы поправить свое здоровье, это, конечно же, рецептурный момент. Вред от этой терапии, безусловно, заключается в том, что превышают дозировки, комбинируют эти препараты. Если по медицинским показаниям применяется тестостерон, он, безусловно, в большинстве случаев оказывает положительный эффект. Если же применяется без показаний и в высоких дозировках комбинируют с другими анаболическими стероидами, естественно, это приводит к ослаждениям в виде развития тех же самых фактов и инсультов. Молодым людям я бы посоветовал не приобщаться без необходимости, без клинической необходимости, потому что и у молодых это не, нет прямой корреляции, но, естественно, возраст имеет большое значение, но и у молодых людей бывает снижение уровня показателей гормонов. Если нет медицинских показаний для приема этой терапии, то начинать эту затею я крайне не рекомендую, потому что это может привести к необратимым последствиям и снизить и продолжительность, и качество жизни. Но если же существуют клинические рекомендации, если существуют показания для применения гормонозаместительной терапии, врач непосредственно назначил вам эту терапию, отказываться от нее, исходя из каких-то своих личных соображений и страхов, это крайне опрометчиво, потому что по данным современных исследований есть прямая связь с применением этих препаратов по показанию и улучшением прогноза и качества жизни лиц, применяющих эту терапию. мы привыкли получать четкие ответы на четко поставленные вопросы, но на вопрос зло, тестостерон или добро мы ответа не получаем, несмотря на то, что мы вроде бы уже спросили так много людей, насколько это полезно либо вредно. Для одного это панацея, для другого это баловство и в принципе он вообще ничего не почувствовал и считает, что это не нужно. Один не меняется вообще, а другой становится психопатом, применяя тестостерон. Кто-то набирает десятки килограмм, а кто-то наоборот на тех же препаратах начинает часто болеть, у него не получается ничего набрать и кроме осложнений он ничего от приема препаратов тестостерона не увидел. Где же правда? На самом деле это как пообедать с друзьями в любимом ресторане. Едите одно и то же блюдо, утром просыпаетесь, одного тошнит, у другого все хорошо. К сожалению, история каждого индивидуальна и смотря на чей-то успех какого-то профессионального атлета, не нужно думать, что вы сможете повторить его путь. Так же, как и не нужно думать, что прием тестостерона это всегда чревато какими-то осложнениями. Мне хочется всесторонне раскрыть эту тему и давайте поговорим не только о хорошем, но и о темной стороне применения спортивной фармакологии и тестостерона. Поговорим о том, что же происходит, и почему в организме возникают изменения, которые могут привести даже к летальному исходу. Обратимся к профессионалам и об этом поговорим во втором выпуске нашего тестостерона. и тестостерона. Тестостерона.